Конечно, хочется поблагодарить всех организаторов такого фехтовального праздника. Это Департамент спорта города Москвы, Алексей Кондоранцева, руководитель Департамента, да и, в принципе, всех, кто причастен к организации этого турнира, потому что, ну, поистине праздник. Начался первый четвертьфинальный бой. Ну, тут сложно предсказать, кто фаворит этого боя, да, и ребята хорошо друг друга знают, вместе тренируются на сборах. Чаще всего эти сборы проходят на Узере Круглом в Московской области. Олег Петровский достаточно неплохо идет по сезону, и он призер чемпионата России этого года. И, кстати, вот я говорил о том, что вторая сборная команды Москвы обыграла первую. Вот в составе второй Москвы как раз-таки был Олег Петровский. Это, конечно, была фантастическая встреча. То есть, Москва один, и такие опытные саблисты с регалиями, как Камиль Ибрагимов и Дмитрий Даниленко, и противостояла им команда Москвы, вторая, в смысле, сборная Москвы. И вот они прям вырвали эту победу тогда на чемпионате России. Посмотрим, как вообще сложится завтрашний турнир командный. Но вот я уже говорила о том, что по эмоциональному накалу совсем другое, вот нечто в личном. Потому что в команде за тобой стоят спортсмены. Они за тебя болеют, поддерживают, подсказывают. То есть, вот в этом секторе не только тренер, но и все, кто с тобой в команде. Зачастую это четыре человека, один в запасе, один человек на дорожке. То есть, там не друг на друга, две команды тоже задают такие вопросы люди, которые не знакомы близко с фехтованием. Один человек на дорожке, так же, как и в личном первенстве. Остальные в секторе ждут своего выхода. И получается, что в команде один запасной, три на три. Каждый проводит по три боя, каждый с каждым. И у нас 45 ударов проводится командная встреча. Но об этом мы поговорим, конечно, завтра поподробнее. А здесь у нас личное первенство. Это первый четвертьфинал. Мы сегодня посмотрим с вами четвертьфинальные встречи. Далее будут два полуфинала. И уже, собственно, решающий поединок за золото московской сабли. И все-таки хочется еще сказать про вчерашний личный турнир женский. Софья Великая одержала победу. Это была пятая ее победа на московской сабле. Но также Алексей вчера отметил, что радуется. Она как в первый раз, как будто выиграла. Уже, говорит, пятый раз берет это золото. А радуется по-детски, как ребенок. Но на самом деле ревели трибуны. У нее столько было здесь поддержки. У своих людей, я имею в виду и семью. И просто тех, кто обожает Софью. И приходит практически на все турниры. И автограф-сессия, и дети. И все это было здесь просто поздно. И все мы за этим наблюдали. Вот такой вот праздник. Я надеюсь, что сегодня мужчины нам подарят такое же красивое, динамичное фехтование, как и женщины вчера. И пока у нас впереди Анатолий Костенко, новосибирский саблист. 7-6 он ведет. Ко мне сегодня подходили молодые фехтовальщицы. В интервью Соня сказала, что я не тренировалась и выиграл. Значит, можно не тренироваться. И молодые наши фехтовальщицы, которые, Александр Ильич, так вот можно, оказывается, не тренироваться. Да, конечно. Можно не тренироваться, когда вы достигли уровня Сони Великой. Нет проблем. Дальше вы можете индивидуально подходить к каждому старту, как это делает Великая. Но для того, чтобы достичь такого уровня, как Великой, извините, нужно, ну, наверное, не одну пару фехтовальной обуви стереть. Подушек. Не один десяток, я думаю. Абсолютно согласно с Алексеем. Читает мысли. Просто хотелось сегодня об этом вам сказать. Потому что вчера было очень много журналистов, интервью. И, в общем, Соня всем про это рассказывала, что это был такой самый короткий период подготовки. Но надо же понимать, это, ну, глыба, легенда нашего отечественного фехтования Софья Великая. И здесь по-другому не получится. Вот у нее, по-любому, индивидуальный подход к турнирам, к подготовке. И их действительно в этом сезоне было не так много. Алексей также это отмечал. Поэтому, допустим, во взрослом рейтинге Софья не находится там в первой тройке. Ну, по крайней мере, на момент вчерашнего турнира. Ну, зато, то есть, можно сказать, что их мало, этих турниров. Но вот такое качество в плане призов и наград. Итак, а у нас на дорожке Анатолий Костенко, Олег Петровский. И первый перерыв. Все хорошо, атакуем второй волной. Прошу прощения, первая половина боя уже проведена, и у нас перерыв. Потом ее отпустил. Нет, все, держим ее, держим, держим здесь серединку. С ножками, но не на месте, не хватает. Чередуй. И переходи к голубойке туда. Раз, второй волной, через действие работаю. И вот мы с вами слышали, да, как Егор Южаков сейчас, тренер Анатолия Костенко, подсказывал ему и давал некие напутствие на вторую половину поединка, потому что пока он уступает 8-7. Конечно, отрыв ничтожный, но... Это та ценнейшая минута, когда спортсмен может услышать своего тренера, подсказки, опять же, перевести дух, потому что такая скорость поединка. Вот вы видите, да, как убегает от атаки сейчас Анатолий Костенко. И вот я думаю, что, может быть, эта минута ему поможет. Пока не удается. Все равно наносит удар Олег Петровский. 9-7. Неплохая атака была Олега. Такая на всю длину дорожки, да, все 14 метров. Пробираться физически это очень сложно сделать. Хотя я и вчера видел, и девочки тоже атакуют со скоростью не меньше, чем у мальчика. Ну, не все, конечно, но наши лидеры, Игоря, Великая, Никитина, умеют атаковать. Все-таки российская школа фехтования подразумевает в себе атакующие действия. И атакующие действия преобладают, нежели чем обороняющиеся. Но фехтоварчик высокого уровня. Уровень, конечно, должен уметь и защищаться, и атаковать, и чувствовать своего соперника, и дистанцию, и скорость. И вот правильно Егор Южаков, наставник Анатолий Костенко, сказал о том, что нужно чередовать, да, для того, чтобы запутать своего соперника. Бой. Готовы. Все равно пока не удается, да, Анатолию Костенко сократить разрыв и, собственно, выйти вперед. Вот даже сейчас хорошо так шел в атаку, да, но... Ну вот, опять же, атака второй волны подразумевает небольшую остановку, да, вот то, что, опять же, Южаков говорил Костенко. А здесь Толя решил сразу, так сказать, накрыть Олега Петровского, и ему не хватило... Точнее, скорость была настолько высокая, что он был вынужден просто укоротиться. Ну, это вот так мое наблюдение. И хочется, конечно, отметить лидер кадетского рейтинга по фехтованию на саблих среди юношей. Это Павел Граудень из Москвы, из как раз школы МГФСО, которую возглавляет Алексей Кименко. Молодой человек, молодой, совсем юный саблист, сегодня вошел в 16 лучших, но не удалось ему пробиться в восьмерку. Он как раз выступил Анатолию Костенко. Но мне кажется, что это очень, не очень, а это неплохой результат для юного саблистка. Конечно, Александра Михайлова вчера показала класс, да, взяла бронзу, кадетка среди наших взрослых спортсменок.